Москва, 28 мая, РИА Новости Предложение Польши создать постоянную военную базу США и выделять на эту цель 2 миллиарда долларов противоречит основополагающему акту России на тайне размещения альянсом значительных военных сил на территории новых стран-членов в Восточной Европе, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала Национальной обороны Игорь Караченко Ранее издание Политича со ссылкой на документы Министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, объясняя это настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше Издание утверждает, что Польша готова разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет Поэтому если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении Российской Федерации и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования со стороны Москвы, считает Караченко Он напомнил, что уже в ближайшее время в Польше будет создан позиционный район американской ПРО, где будет развернута система EGC-SHOR Нынешнее политическое руководство Польши, к сожалению, последовательно ухудшает российско-польские двусторонние отношения, что не приводит к стабильности и безопасности в регионе Данная инициатива выдвигается без обсуждения в рамках Совета России и НАТО, который был создан для того, чтобы предотвратить опасные варианты развития событий Кроме того, предложение Польши нарушает основополагающий акт России и НАТО в соответствии с которым Альянс взял обязательство не размещать существенные боевые силы на территории новых стран-членов, сказал эксперт Ссылку получит код РИА Новости Инфографика перейти в фотобанки История расширения НАТО Субтитры создавал DimaTorzok